всем привет соколики ну что у нас снова минус вчера дождь лил как из ведра было плюс 10 ливень сплошной а теперь ударил морозец и я думаю сегодня будет день жестянщика говорится на дорогах да то есть поэтому кто не переобуд будет весело ладно ребятушки значит вчера поднимал такую тему своем видео касаемо вообще знаете откуда брать силы как вообще восполняться вот встал я с утра речка прошелся по своему участку и хорошо хочу поднять тему вообще зачем уже мы переехали ведь село потому что ну можно было купить к однушку где-нибудь там или двушку или может быть даже трешку в зависимости от города и населенного пункта но наверное уже где-то по сознательном уровне оба мы чувствовали а может быть и на сознательном уровне оба мы чувствовали что хочется восполняться и земля дает вот это вот самое восполнение ну я не знаю как у других может у других есть другие способы саморегенерации внутренней внутреннего мира но у меня это именно так происходит только через природу в большей части я могу знаете восполниться потому что ну можно и другими способами да я об этом уже снимал видео вот у нас подсказки что можно восполниться каким-то творческим созидательным трудом безусловно но вот и например я такой человек по характеру который любит все делать на максималках знаете после нас хоть потоп сразу вовлекаться до полного если не сгорания дата само опустошение да то есть по воде работая по принципу что колодец должен быть все время вычерпываем то есть прям берешь и без средних величин либо работаешь либо не работаешь и все бы ничего но вот я всегда замечаю что у меня к декабрю вот например если там летом отпуск то примерно к декабрю месяца уже начинает немного накрывать потому что весь тот ресурс который я мог накопить с отпуска он к декабрю начинает немного иссякать и прям появляются дыры какие-то такие во внутреннем состоянии которые иногда пытаешься то сном забить то едой дополнительные да вот это вот очень важный момент что чтобы не заедать свои какие-то знаете ментальные недостатки да в том плане то когда вам не хватает энергии чтобы это не заедать не засыпать хотя но это тоже методы в исполнении таких энергетических дыр с другой стороны а что это за труд при котором они берутся да тоже справедливый вопрос потому что нормально ли это что во время труда у вас вы чувствуете себя не знаю опустошенным рваном изнутри и так далее может быть это знаете отголосок какой-то педагогической тренерской деятельности да что мой труд он не просто интеллектуальный а он именно сопряжен с эмоциональным вовлечением то есть невозможно работать эмоционально не вовлекаясь но вообще в целом вот эта вся тренерско-педагогическая деятельность она во многом завязана именно на личностном воспитании то есть даже не на формальном соответствии каким-то правилам да ну-ка давай сделай мне тут что-нибудь да я на тебя посмотрю а в первую очередь это войти в душу человека встряхнуть ее и добиться того чтобы он вообще сам хотел чего-то делать а не ты его мотивировал да вот твоя задача моя задача пробудить да пробудить встряхнуть включить чтобы человек уже сам мог работать без моего понукания будем так говорить и это конечно требует определенного вовлечения если честно даже не знаю правильно это или нет извиняюсь да я немножко перехватываю если честно даже не знаю правильно это или нет вот так вот вовлекать потому что ну одно дело вовлекательно знаете когда работаешь с одной с двумя группами другое дело когда у тебя уже там три четыре пять групп да это денно и ночно на протяжении пяти шести часов в день без остановки шесть дней в неделю и при таком бешеном ритме не то чтобы я жалусь при таком бешеном ритме необходимо брать где-то ресурс на то чтобы что-то давать людям поскольку а я опять же скажу весь мой основной труд заключен в том чтобы давать что-то людям они пробуждались мотивировались начинали пахать а для этого надо самому где-то черпать эту энергию и вот для меня я думаю более-менее понятно ребят напишите в комментах понятно вам о чем я говорю или нет для меня вот это принципиальный вопрос чтобы самому быть способным но также светить как солнце условно говоря да а где как не от самой солнце где как не от самой земли брать эту энергию вот поэтому да может быть вот я сейчас конечно переименовал канал с холосило на свои фи да то есть фамилия и имя вот но суть при этом заключается та же самая да то есть как бы как жить то как жить то в ладу с природой в ладу с землей вот и если вам это созвучно пишите об этом комментариях потому что я вот сейчас начал чувствовать как возникают определенные такие знаете не то что потеря энергии да а нехватки но я думаю это заметно уже третье видео за неделю на этот счет выходит и не невозможно выкладывать полноценные видео на канал если я не буду сам находиться в ресурсе да то есть я должен говорить о чем-то важным ценам чтобы вам это тоже помогал потому что я придерживаюсь такого мнения введения канале чтобы люди которые меня смотрят сами получали что-то ценное от того что дела они просто смотрели на кого-то дядьку который что-то вещает вот в общем пишите в комментариях что вы думаете насчет восполнение энергии может быть у вас есть какие-то свои советы привыкли ли левы восполняться с землей вот если я говорю немного сонны прошу извинить сейчас у нас 8 утра хотя обычно летом я стою часов в пять но я вот прям чувствую определенную заточенность под биоритм вот солнце встает и я прям тут-дук моментально встаю и летом мне вообще нормально в 5 вставать сейчас солнце встает где-то в 7 30 наверно будем так говорить 7 15 но по крайней мере становится светло вот солнце только сейчас вылезает в районе 8 я встаю как раз когда вот светло становится вот первые лучи а иногда и потемну чтобы делишки поделать в общем пишите как вы восполняетесь давайте друзья на связи ну а если вы мой ученик благословляю вас пока пока